По данным уголовного дела, все случилось здесь, на территории бывшего морга. По версии следствия, мужчина специально караулил школьницу. Когда увидел свою жертву, ударил ее по голове бутылкой и притащил сюда, после чего изнасиловал. Сейчас дело рассматривает Советский районный суд. Евгений Самсоник вину не признает. Житель Кенеля, отец троих детей, подозреваемый, в Самаре работал грузчиком. По данным следствия, 17-летнюю девушку, которая в тот день стала жертвой преступления, раньше не знал. По предварительной версии, Самсоник сначала изнасиловал школьницу, а потом ограбил, забрал телефон и деньги. Но у защиты другое мнение. В момент совершения инкриминированного деяния, он находился на рабочем месте, после чего на общественном транспорте, на электричке поехал, он домой и находился дома. Жена, его мама, они подтверждают, что он находился в этот период дома. То есть приехал с работы, в это время находился, отдыхал после ночной смены. На предварительном расследовании вину не признавал, отрицал, соответственно, обстоятельства совершения преступления. Ранее он был дважды судим за кражу. И в случае установления его вины, ему грозит лишние свободы до 15 лет. Согласно материалам дела, девушка своего обидчика опознала. В ходе следствия было назначено около 20 экспертиз. Данные пока не разглашаются. По словам адвоката, чтобы подтвердить вину Самсоника, их недостаточно. Теперь экспертов будут допрашивать в суде. Мы будем следить за развитием дела. Алина Чемерис, Артём Сулайманов, События.